добро пожаловать на третий урок где мы обсудим лабораторный макет на котором будет происходить вся демонстрация также я постараюсь рассказать как его развернуть самостоятельно этот урок пожалуй только для третьей категории пользователей то есть для тех кто просто учится если же у вас уже есть шлюз чекпоинт или вы собираетесь разворачивать его в боевой среде то можете смело пропускать эту часть и так вот наш макет вот это все развернуто на и сексай но в принципе ничего не мешает это сделать на варе workstation единственное нужны будут солидные ресурсы сам макет довольно простой но здесь есть все что нам нужно а именно первое это конечно же шлюз чекпоинт на периметре вымышленной кампании ABC company шлюз развернут в стендалон формате то есть и шлюз и сервер управления развернуты в рамках одной виртуальной машины это строго не рекомендуется делать в реальной жизни но для макетирования вполне подойдет просто чтобы сэкономить ресурсы и время на развертывание как видно здесь используется версия r8040 а для виртуалки были заданы следующие параметры это четыре виртуальных процессора 8 гигабайт оперативной памяти и 150 гигабайт жесткого диска в локальной сети ABC company у нас есть один сервер это windows сервер 2012 там я разверну несколько служб в частности active directory позже обсудим чуть подробнее эту тему в целом в этой локальной сети вы можете разместить все что вам нужно для тестов но active directory нам нужно будет обязательно в качестве вымышленного интернет провайдера у нас выступает виртуальный роутер в ios версии 117 это не последняя версия просто под рукой был доступен готовый ого темплайт позже я дам вам ссылку где можно будет его скачать он требует довольно скромные ресурсы то есть это один виртуальный процессор 1 гигабайт оперативной памяти и 4 гига жесткого диска именно этот роутер имеет доступ в реальную сеть который у меня называется образно интернет в этой же реальной сети находится и мой компьютер с которого я буду производить большинство настроек но это на самом деле не сильно важно я сделал так исключительно для удобства никто не мешает вам конфигурировать виртуалки из той же нативной консоли в мваре и последний элемент это виртуальный пк с windows 10 который будет нашим удаленным пользователем то есть по легенде у него свой независимый выход интернет и ему иногда необходимо подключаться к локальным ресурсам abc company на схеме вы видите все ip адреса и сети которые я использовал вы конечно же можете использовать свои вот весь макет в рамках этого и следующего урока мы рассмотрим как развернуть роутер в ios и шлюз чекпоинт с вашего позволения я не буду описывать процесс для windows 10 и windows сервер думаю справитесь без меня теперь что вам понадобится скачать чтобы развернуть макет первое это конечно сам образ чекпоинт гая r8040 его можно скачать с официальной странички это sk-160 736 и там есть пункт clean install нажав на который вы скачаете iso образ либо можете воспользоваться данной ссылкой найти ее можно будет под видео также вам понадобится в ios его можно стянуть по этой ссылке целом я никого не призывая использовать именно эту виртуалку в качестве роутера вы можете использовать все что вам нравится хоть обычный linux дистрибутив просто у вас довольно небольшие системные требования и довольно простая процедура настройки поэтому решайте сами если же вы решили использовать в ios то здесь у меня для вас небольшая шпаргалка по настройкам и раз уж я обещал что прошлый урок был последним без практики то давайте настроим этот роутер надеюсь вы уже скачали образ и импортировали его на ваш исx хост или в мварь workstation после импорта не забудьте добавить два интерфейса еще два интерфейса чтобы общее количество было три штуки то есть соответствие с нашей схемой как видите здесь три интерфейса и так давайте я открою консоль этого роутера здесь мой исx и гипервизор вот настройки самой виртуалки как видите один cpu 1 гиг оперативки и 4 гигабайт жесткий диск и здесь три адаптера vmnet 3 vmnet 2 и ну тут у меня немного отличается название по схеме у нас должен был быть vmnet 4 но это не так важно я подключился уже по веб-консоли то есть средствами в мваре к операционке здесь дефолтный логин в ios дефолтный пароль тоже в ios легко запомнить что я хочу сделать я сейчас настрою ip адрес вот на этом интерфейсе то есть 10 10 30 20 чтобы иметь доступ уже по нормальным ssh с моего компьютера что же давайте приступим для этого ну во первых мы можем посмотреть что у нас действительно три интерфейса здесь шоу интерфейс из прошу прощения до 3 интерфейсом и мы настроим ethernet 0 для этого входим в режим конфигурации готова и вводим такую команду сет интерфейс ethernet ethernet 0 адрес 10 10 30 20 с маской 24 бита готово давайте сразу пропишем статический маршрут делать это команды сет протокол с статик роут 0 0 0 0 0 0 0 next так где-то я ошибся а ну конечно next hop дефолтный маршрут здесь у меня 10 10 30 254 но это в моей локальной сети принципе неважно это делается только для того если вам действительно нужен будет выход в реальный интернет а вон скорее всего нам понадобится так что лучше настраивать сразу правильно и последнее distance 1 готово теперь включим ssh сервис сет сервис ссссс и и применим настройки команды коммит готово теперь если все правильно настроено я должен пинговать его уже со своего пока проверим 10 10 30 20 до пингуется давайте тогда подключимся к нему уже по ssh ssh yos 10 10 30 20 пароль вайп с готова и ну давайте донастроим оставшиеся два интерфейса это ethernet 1 напомню по схеме ethernet 1 это вот этот интерфейс у меня то есть 101 102 68 0 254 адрес 192 168 0 254 неправильно тогда надо было войти в режим конфигурации скопируем еще раз команду готова если я все правильно сделал по идее я должен пинговать уже мою виртуальную машину с windows пока у которого десятый айпи адрес давайте проверим стоим с 20 68 0 10 не пингуется в чем может быть тела проверим нашу десятку цм д айпи конфиг 192 68 0 10 а ну конечно мы же забыли применить настройки коммит еще раз проверяем так интерфейсы в аппе проверим пингуется ли отсюда 0 254 пингуется а ну стало быть это наверное бренд мауэр давайте проверим давайте его выключим на время тестов чтобы он нас больше не смущал еще раз проверим пинг да отлично настроим также сразу ethernet 2 то есть это линк между роутером и чекпоинтом то есть здесь уже будет айпиш ник 200 до 254 и интерфейс ethernet 2 и можем посмотреть применились ли до 3 айпи адреса 3 интерфейсом теперь давайте сразу для этих сетей настроим над то есть чтобы наши вот эти хосты то есть windows windows user и чекпоинт имели действительно выход в интернет нам здесь нужно настроить над над вы можете естественно воспользоваться шпаргалка которые я здесь вам привел давайте я быстренько настроим делается это команды сет над над set над source ru 100 outbound интерфейс ethernet 0 то есть вот этот интерфейс укажем сетку source адрес 192 168 00 254 в кавычках так и последняя команда здесь source translation адрес masquerade готово так теперь то же самое абсолютно сделаем для сетки 200 то есть мы сейчас прописали над вот для этой сети теперь пропишем над для этой сети делается это аналогичным способом единственное нам нужно сменить номер ru то есть это будет уже 101 теперь указываем source сетку это будет 200 сетка а здесь будет 101 и маскарейт и маскарейт для 101 ru готово применяем а ну конечно мы неправильно указали маск в сети кто же так указывает 24 сетка прошу прощения есть и здесь тоже самое надо поправить commit готово теперь если мы все правильно сделали на нашей виндовой машине должен уже появиться интернет да как видим google уже пингуется теперь что еще можно сделать в рамках нашего лабораторного макета не очень-то удобно работать через веб-консоль в мваре мы можем что сделать прописать на этом роутере static NAT то есть пробросить rdp порт до нашего windows 10 компьютера чтобы я со своего компа мог сюда подключаться по rdp для тестов и сразу же сделаем проброс портов 443 порта вот сюда на этот порт то есть на чекпоинт для того чтобы впоследствии использовать опять же со своего компьютера подключаться по веб-интерфейсу и конфигурировать чекпоинт делается это тоже довольно просто эти команды приведены в шпаргалки вот они поэтому давайте быстренько их применим сначала сделаем для гая веб-интерфейса делается это set nat destination rule уже 102 будем использовать description gaia web ui теперь set rule rule 102 так destination адрес указываем адрес нашего роутера внешнего IPшник 30 20 то есть мы с нашего компьютера будем подключаться по ctps на этот IPшник и нас должно прокинуть вот сюда destination port 443 инбоунт интерфейс у нас это ethernet 0 protocol tcp и теперь указываем во что транслировать будем сначала адрес 192 168 20 1 это будет адрес чекпоинта и на какой порт в данном случае мы будем прокидывать порт в порт то есть 443 готово давайте тут же настроим для rdp сделать это довольно просто давайте сделаем еще одно правило rdp to win 10 номер ru уже будет 103 так после этого нам нужно указать destination адрес адрес будет тот же то есть на внешний интерфейс роутера мы будем стучаться 103 теперь порт надо указать ну если мне не изменяет память rdp это 3389 теперь инбоунт интерфейс это также ethernet 0 протокол тоже tcp и в какой адрес будем транслировать translation адрес 192 160 8 0 10 если не ошибаюсь да здесь 10 адрес откроем нашу шпаргалку 10 адрес и также транслируем порт в порт то есть 3389 готово применяем и сохраняем готово так теперь если мы все правильно сделали то у нас должен заработать проброс портов чекпоинт у нас еще не развернут но у нас уже развернут windows 10 пк давайте попробуем к нему подключиться по rdp я здесь уже создал шаблон да мы успешно подключились к нашей windows машине итак на этом мы наш урок закончим в следующем уроке мы развернем уже чекпоинт непосредственно шлюз нашей безопасности давайте срезюмируем что мы сделали мы развернули наш роутер для этого вы должны были скачать ово файл импортировать его в ESXi добавить 2 интерфейса чтобы их общее количество было 3 интерфейса добавили прописали ip адреса нужные нам с помощью данной шпаргалки настроили NAT для вот этих сетей то есть теперь у нас в windows пк есть выход в интернет и будет такой же выход интернет у чекпоинта и настроили проброс портов 443 порт до чекпоинта и rdp до нашей windows машины на этом все жду вас на следующем уроке спасибо за внимание и и и Продолжение следует...